Сейчас мы находимся на Путиловке, и приехали проведать одинокую пожилую женщину. Она проживает все время здесь, то есть здесь и бомбили сильно, да? Да, я здесь все время была, потом мы все с двух домов уехали на Марье Ульяново, там нас приютили, на Дружба остановилась. И мы там находились, а сюда приезжали, пешком шли, транспорта не было, не могли более двух минут дома находиться. Вот у меня тут окна были, стекла вырванные, все ставила сама, вынуждена была поставить в сентябре месяце. Упал счетчик, там у меня обрушенная стена затопила. Ну, представьте, снаряды, все здесь. А сами не попадали под обстрелы? Попадали здесь. Тут я попадала под обстрелы не раз. Просто осколки возле уха летели. Хошмар. А в подвал мы не могли добежать, туда, самый лучший, подвал напротив. Мы были здесь у себя. Тут две секунды, и если не успеешь, то видели и убитых молодых солдат здесь на мире. И так все видела. Ноги оторванные и все. Не могу это вспоминать. И нету, что я хотела вам сказать, что здорового человека здесь нет. Ни одного. Хотя мы тут пытаемся же так смеяться, шутить, ходить, но здоровых людей тут ни одного нет. Сейчас мы приехали, помогли вам, купили продукты. Это благодаря одной женщине из Москвы. Она не любит себя называть, но Илона себя узнает. Она сейчас каждый раз перечисляет тысячу. Андрей, проверь карточку, пожалуйста, глянь. Помоги людям. Ну, так вот и помогай. Она очень часто помогает. И хотелось бы ее обозначить, потому что Илона сказала, благодаря тебе, мы помогаем таким людям. Благодаря Богу здоровья. Тут как раз, я же говорю, я сама помогаю людям. Но такая ситуация, что здесь сейчас вынуждена из-за связи, потеря связи. И во-вторых, даже вот стреляют. И вот вчера и днем стреляли, и после обеда, и вечерами. И все, а другой раз в 2 часа, в 3 ночи. Так что сна нормального нет. Но стараюсь я как-то себя в руках держать. Иначе, иначе что же.